приветствую вас и мне видится вот какая проблема ну во первых отвечаем на ваш вопрос касаемый что вам делать дальше в первую очередь наверное быть честным самим собой дети хорошо но если вы не любите свою жену а у нее чувства как мы проснулись то нужно во первых понимать почему у жены проснулись чувства вот с чего вдруг у жены проснулись чувства внезапно а все потому что она почувствовала что вы перестаете быть ее вы перестаете быть полностью ее и принадлежать ей и она начала подсозревать обязательно осознавая или нет что у вас появилась другая женщина стремится вас удержать и знаете почему потому что понимают что кроме вас ее терпеть скорее всего никто не будет ибо характер у нее довольно скверный и вот этот момент заставил вас и стать по сути перед выбором потому что не любя на вас не воспылая вновь вам чувствами решение было бы принять вам легче я думаю дальше что касается детей вы знаете дети не получают удовольствие от того что вы находитесь под одной крышей женщины с их матери которую не любят уже которую терпите который у вас накопился не хотим негатив негатив ну дети не могут этого не чувствовать и что получается получается то что постоянно напряженная атмосфера в доме постоянно начнута общение наверно сон в разных комнатах и так далее ведь дети в силу того что они очень чувствительны ощущают напряженность между своими родителями и они не понимают почему это происходит они думают что в этом миноваты они сами и из-за этого у них могут возникать трудности поэтому как раз таки принимая во внимание детей нужно как можно быстрее женой расставить все точки садки не берусь судить о ее чувствах к вам то что было сказано выше лишь предположение предположение относительно того чем она руководствуется вы сами постарайтесь решить так это или нет но со стороны выглядит это все именно так но если вы желаете детям свои добра то безусловно хотите чтобы они жили в атмосфере достаточно спокойной гармоничной уютной и так далее а это будет возможность только в том случае если вы решите с женой свои конфликты поскольку вы ее не любите любите другую тянетесь в другой то это невозможно сделать дипломатическим путем а значит нужно уходить уходить конечно нужно вам потому что чтобы там не было жену вы больше уже не любите это понятно это нормально но дальше мы вступаем в ту сферу которую можно назвать знаете как ваше личное вот проблема по которой все произошло и сейчас происходит тоже заключается в том что вы постоянно наступаете на свои интересы постоянно ноtim приносите себя в жертву pronto приносите себя в жертву в ближайшем они меня тут наградουν теперь приносите ответы лиху себя до увидеть девушку ей какие-то явные шутка сделайте эксперти работы что variation обычно ну объем этого делать. Вы говорите, вы не можете требовать от девушки, чтобы она ушла от мужа, простите, вы не можете этого делать до тех пор, пока вы сами не ушли от жены, но от жены вам идти нужно, мы к этому пришли, мы достаточно подробно раскрыли причину этого, и соответственно, если вы уйдете от жены, то вы имеете полное право требовать от девушки, чтобы она ушла от своего мужа. Не нужно бояться двух вещей, просить у людей делать что-то для вас и защищать свои интересы. И я могу понять, почему вам боязно просить других людей о чем-то для себя, вы боитесь отказа, вы боитесь отказа и своей активности, своим поведением, своим стремлением угодить, заполняете эту пустоту, но в действительности вы боитесь того, что вам откажут, вы боитесь того, что вам скажут нет. Что это? Комплексная уверенность в себе, проблемы с детско-родительских отношений или может быть что-то еще, нужно разбираться, потому что мне бы не хотелось делать предположения лишь на основе каких-то вот фактов. Но факт остается неизменным. У вас есть проблема с тем, чтобы просить для кого-то сделать что-то для себя, чтобы просить кого-то сделать что-то для себя, прошу прощения. Вы можете делать все, что угодно для других, но сами для себя не сделаете ничего. Это означает, что себя вы не очень сильно любите, и стараетесь любить себя через других людей. Вот вы, например, любили себя через свою жену, то есть вы делали все для нее, вы всячески себя приносили в жертву, и в итоге получили, что вас не ценили, вас перестали любить. А знаете, почему вас перестали любить? Потому что вы сами себя не любите. Вы сами не цените себя, не цените то, что делаете, не защищаете свои интересы, и из-за этого не делают другие люди. Сначала нужно научиться, постараться любить себя, уважать себя, ценить себя, и только после этого это будут делать другие. И что для этого нужно? Только лишь следовать своим желаниям, своим потребностям, своим целям, своим идеям, следовать своим ценностям, идеалам, и жить в соответствии с этим. Говорить откровенно и сразу, что вам не нравится. И не действовать собой ради отношений. Отношения – это всегда работа двух людей. И если другой человек ничего не делает, а вы берете ответственность за него в отношениях, то человек расслабляется, привыкает к такому поведению и считает, что оно само собой разумеется. А это не так, но доказать обратно вы ему уже не можете, потому что человек привык так думать. А поскольку привыкают люди к хорошему достаточно быстро, то можно говорить о том, что раз привыкнув, человек уже не отвыкнет. Он будет требовать от вас постоянно чего-то такого же, не понимая, почему вы вдруг перестали ему это давать. И поэтому вам необходимо двигаться в двух направлениях. Первое направление – это внутреннее. Оно поможет вам, значит, понять, постараться понять, почему вы себя любите меньше других, почему вы не уважаете себя, почему вы приносите в жертву себя и найти у этого корень и устранить его. Далее больше слушать свои собственные желания, достигать своих целей, которые важны лично вам, а не другим людям. И, достигая их, понимая, что вы чего-то значите, что вы чего-то достойны и так далее. Внешнее направление кроется в том, что детей вы сделаете счастливее лишь в том случае, если у них будет благоприятная атмосфера, доброкачественная атмосфера. Для этого нужно разрешить ситуацию с женой. поскольку чувствую к вам, поскольку вы к ней ничего не чувствуете уже, а жена к вам тоже, скорее всего, ничего не чувствует, лишь боится потерять, то это нужно прекратить. Разойдешь. Да, это тяжело, но дети от этого только выиграют. поверьте мне. Ну и когда вы это сделаете и если вы это сделаете, то нужно обязательно попросить девушку тоже принять решение. Либо она уходит у мужа и вы с ней, либо она не уходит и вы ее живете дальше. Только так и никак иначе. Перестаем приносить себя в жертву. И тогда все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. На этом желаю вам всего доброго. ГОВОРИТ ПО ТЕЛИТ